Александр Ткачев доложил президенту, что ситуация в регионе сегодня стабильна. Краевыми властями приняты все меры, чтобы экономические трудности не отразились на качестве жизни кубанцев. Владимир Путин поручил губернатору продолжать держать ситуацию под личным контролем. Также Александр Ткачев рассказал главе государства о том, что сегодня олимпийские объекты полностью задействованы. Президент положительно оценил использование наследия игр. Владимир Путин посетил один из таких объектов. Четырехзвездочный отель «Азимут», где жили гости Олимпиады, решено передать детям. На базе гостиниц появится Всероссийский детский спортивно-образовательный центр. Уже сейчас там занимаются юные спортсмены. Скоро к ним присоединятся юные физики, математики и музыканты. Дети со всей России смогут приезжать в центр на 24 дня. Комплекс будет работать круглый год. Сейчас тренировки для спортсменов идут на базе малой ледовой арены «Шайба» и тренировочной арены для хоккея. Для центра планируют построить еще одну общеобразовательную школу. Александр Ткачев предложил, чтобы в ней местные ребята занимались вместе с воспитанниками центра. Ведь существующей школы в Эмеретинке из-за роста населения уже не хватает. Можно эту школу оставить за центр, допустим, а для района построить новую, современную школу. Миша, не обсуждается вопрос? Ну, можно, но здесь детей очень много будет. Мы хотим поставить на полторы тысячи? Шестьсот тысячи человек. Если будет хватать, это мы с вами решим. Если будет хватать детям, которые здесь живут, семьями, тогда нет проблем. Если будет не хватать, может... И чтобы мы из бассейна путем лежалом, то есть... Ну, да, да, да. Создание такого центра по задумке станет первым шагом в создании системы подготовки и отбора талантливых детей. Их в дальнейшем планируют не только обучать в вузах, но и трудоустраивать.